Привет, с вами Прэшас и в этом видео я расскажу о щедром событии с названием Торжество Разума. Продлится оно еще 17 дней, в течение которых мы сможем проходить 6 испытаний. За них мы будем получать Камни Истока, разные материалы и фестивальный ажиотаж. За последний в соответствующей вкладке ивента мы сможем получить Фарузан, Декор в Обитель, Корону и Камни Истока. Для доступа к испытаниям вам нужно будет пройти задание и тут и там. В котором вас ждет куча диалогов и перемещения по маркерам. В поисках правды вам нужно будет прочитать историю и задавая разные вопросы получить дополнительную информацию. Дальше нажимайте на поиск истины и отвечайте на поставленные вопросы. Так как я уже прошел это испытание, скорее всего вы сразу можете приступить к этому этапу и повторить мои ответы. Начинайте с фразы «Благодаря умению летать», потом «Сумеречная птица» и последнее «Бейдим не вставай». Взял с собой водонепроницаемое снаряжение. В собрании звезд в левой части экрана вы сможете выбрать платформу, положение которой будете менять. Ваша задача выставить звезды так, как указано в подсказке, которая находится справа. После небольшой задержки при правильном положении звезды засветятся. И благодаря этому вы сможете переключиться на новую платформу. Думаю, что с этим испытанием у вас не будет проблем. Но на всякий случай оставлю свое прохождение доступных сегодня уровней. В миметической репликации вам нужно будет при помощи высокого и низкого прыжка собирать монетки. Это испытание очень простое. И единственное, что я могу посоветовать, это нажимать на необходимые кнопки не под самой монетой и немного раньше. Продолжение следует... В компендиуме зелья варенья вам нужно будет за определенное время уничтожить необходимое количество. И перед началом вы сможете посмотреть их список и выбрать сложность подземелья. Дальше вы отключите два усиления противников и выберите два бапа для своей группы. Это испытание надо будет проходить на своих персонажах. И так как для получения ко мне истока требования минимальные, я уверен, что вы все с этим справитесь. Своё прохождение на максимальной сложности я оставлю для тех, кому интересно смотреть на подобное. Субтитры создавал DimaTorzok В археологических раскопках вы получите компас для ячейки быстрого доступа. Одевайте его и отправляйтесь в указанную область. Там, устанавливая компасы по числам над ними, вы сможете найти необходимую реликвию. И чем они выше, тем ближе находится этот предмет. При показателях 90 и выше вы сможете начать раскопки. В первый день одна реликвия будет возле сумерской розы недалеко от водопада, а вторая рядом с электрорудой. Кстати, некоторые элементальные предметы или противники будут мешать работе компаса и поэтому эти помехи нужно будет убрать. В последнем испытании проектирования пути вам нужно будет построить себе маршрут и пройти по контрольным точкам. У всех материалов своя стоимость и при повторном использовании одного и того же элемента она будет расти. А так как наша задача пройти это испытание за минимальное количество очков, старайтесь повторно не использовать материалы. В своем прохождении возле старта я разместил прыгучий гриб. Справа малый валун, вверху подвесную дорогу и слева крупный валун. Также используя доступный функционал, у двух последних я менял высоту. Так как это испытание прошел с большим запасом по очкам, для удобства вы можете добавить какие-то дополнительные элементы. Перед прощанием хочу обратить ваше внимание на вкладку сообщества на моем канале. Сегодня начался небольшой веб-эвент на 40 камней истока. И там вы найдете информацию о нем. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписку и лайки. Хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok